Доктор Технических Наук 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 с аппликацией ситуационной парадигмы. Это надо обязательно учитывать. Это тоже очень важно. Ты давно знакома с невестой? Мне посчастливилось, Мариночка, узнать ещё в 1992 году далёком-далёком. И даже тогда она уже была очень добрым, отзывчивым человеком, проницательным. Какой же выбрать тип? Я склонна полагать, что необходимо выбрать именно коммуникативно-ситуационный тип при наличии детекторно-архаического дистрибутивного образа. Помогало мне очень во многом. Буквально даже печь куличики из песка, доставать котят из-под крыльца. Где же нам выбрать этот тип? Конечно же, самым оптимальным является Гилбертово пространство. Гилбертово пространство, но не просто Гилбертово пространство, а именно коммергенционное Гилбертово пространство. Ни для кого не секрет, что это событие взбудоражило не только специалистов, но и обычных граждан. Поздравляю, короче, желаю только вот серьёзного, мощного счастья. Огромнейшего, преогромнейшего. Вот чтобы они вот вечно одно целое жили, да. Вот есть муж и жена, короче, когда они вот вместе, они всё одно целое, единое. До конца времён. Свадьба Марины и Евгения не оставила равнодушным и подрастающим поколением. Девочки, а вы знаете, что за событие сегодня отмечает Цехостромская область? Да, свадьба моей сестры. Что, по вашему мнению, самое главное в семейной жизни? Любовь. Благополучие. Благополучие. Поддержка, заботы друг от друга. Ну хорошо, я вас не буду долго мочить, какие-нибудь пожелания для молодоженых от вас. Счастливой сменой жизни. Много детей. Спасибо вам большое. Как ты вот тебе представляешь свадьбу? Как вот потом быть вместе жить? Что у тебя дома? Ну, примерно я буду или лётчиком, или мастером, или, ну там, ещё кем-нибудь. Я вообще не знаю кем. Или лётчиком, или мастером. Всё-таки. У вас будет много, наверное, детей. Вы будете их воспитывать? Ну, наверное. А что, по твоему мнению, самое главное в семейной жизни? Ну, по-моему, радость и любовь. Радость и любовь. А ты будешь свою... Ну, ты должен ли муж поддерживать свою жену во всём? Конечно, должен. А она его? Да. А как бы пожелания? Вот Мария и Женя, женится у них, будет семья. Что бы ты им пожелала? Ну, удача, удачи, удачи, хорошей жизни, ну, и чтобы у них были хорошие дети. Хорошие были дети. Ариша, а ты что-нибудь пожелаешь Марине и Жене? Счастья там? Счастья и здоровья. Любви, да, побольше? И да. Спасибо вам большое. Итак, наш спецвыпуск подошёл к концу. Свадьба – это, без сомнения, очень важный шаг в жизни. Дорогие молодожёны, сегодня вы так светитесь от счастья, что вполне достойно того, чтобы вашими именами назвали новую звезду. Мы желаем, чтобы вы и дальше так же светились от счастья. Пусть ваша любовь расцветает всё ярче, помогая жить в мире и согласии. Три, четыре... Поздравляем! У-у-у! Ну, мы ещё прибирались по дому часто, особенно у меня. Обязательной функцией нео-лагранжа. Это тоже является обязательным и очень важным фактором в данной ситуации. Ну, всё, спасибо вам большое, Дарья. Ну, мне ещё есть что сказать. Вы, наверное, согласитесь, что случай очень интересный? И что бы вы могли сказать по данному вопросу? Ну, могу сказать, что случай действительно очень интересный. По моему мнению, как... Это моя новая книга, моё детище. Пожалуйста, покупайте. Здравствуйте. Скажите пару слов о молодоженном. Молодоженном? А кто? Всё, поняли, короче. Марине и... Желаю мощного такого, мощного прямо счастья, наимощнейшего. Туда она говорит, да? Да. Продолжение следует...